Около сотни иногородних специалистов сейчас трудятся на предприятиях ТАСЭР в Заречном. Одни резиденты уже запустили производство, другие занимаются подготовкой площадок. Им нужно достаточно много временного персонала. Это и проектировщики, это и временные сотрудники для организации производства, ремонтно-строительные персонал, наладчики станочного оборудования. Всем этим людям необходимы временные пропуска для въезда на территорию ЗАТО. До недавнего времени процесс сбора и подготовки документов был достаточно трудоемким. Необходимо было набрать электронные документы, распечатать их, распечатать копии паспортов, распечатать непосредственно списки, сопроводительное письмо, все это подписать. На это уходило время непосредственно на набор, распечатку, уходила бумага. И эта проблема касается не только людей, связанных с ТАСЭР, но всех иногородних специалистов, которые ежедневно приезжают в Заречный на работу. Сотрудники Управления городского развития и проектной деятельности совместно с отделом защиты информации и секретного делопроизводства администрации постарались упростить эту процедуру. Они изучили процесс со всех сторон и выявили болевые точки. В частности, при очной подаче документов специалистам отдела приходилось постоянно оказывать консультации по телефону. Большую часть времени они тратили на объяснение типовых ситуаций. Как правильно писать заявление, какие нюансы надо учесть, какие формы и бланки надо заполнять, с кем надо подписать. То есть все такие стандартные процедуры. Это было раз. И второе, то, что когда даже люди по телефону получали данные консультации, потом они приносили комплекты документов, все равно были ошибки. Ошибки в части как изложения информации, так и оформления документов. Процесс исправления этих ошибок и повторной подачи документов также занимал какое-то время. Чтобы оптимизировать процедуру, было решено организовать прием всех сведений в электронной форме. На официальном сайте администрации Заречного во вкладке «Режим» размещена вся необходимая информация о требованиях к документам, образцы их заполнения и подробные алгоритмы подачи. Люди подготавливают у себя на рабочих местах комплект документов, отсылают нам и получают в этот же день ответ о том, что приняты ли документы, все ли в порядке. То есть если все нормально, то документы уходят в работу. Если нет, то тут же специалисты отвечают о том, что есть проблемы, необходимо то-то, то-то, то-то сделать. В таком режиме все правки вносятся гораздо быстрее, что в свою очередь ускоряет оформление въезда для сотрудников и не отвлекает их от рабочего процесса. Кроме этого, дистанционная подача документов отвечает требованиям времени и способствует предотвращению распространения коронавирусной инфекции.